В будущем году средняя школа поселка Совхоз имени Ленина отметит юбилей. За четверть века в сельской школе выросло и повзрослело не одно поколение. Менялся педагогический коллектив. Но и сейчас среди учителей есть те, кто открывал сельскую школу в далеком 1989 году. Придя сюда молодыми специалистами, они и по сей день учат подрастающее поколение. Для этих людей школа не просто место работы. Это судьба. Средняя общеобразовательная школа в поселке Совхоз имени Ленина была открыта в августе 1989 года. Четверть века с ней тесно связаны судьбы нескольких педагогов. Среди них Татьяна Анохина. В этой школе училась ее дочь, теперь грозит гранит науки подрастающий внук. Придя библиотекарем в образовательное учреждение с момента открытия, она и по сей день трудится в педагогическом коллективе, который стал для Татьяны Алексеевны семьей. Школа только организовывалась. Это 25 лет назад, а я уже была достаточно немолодой человек, давайте так скажем. А девочки все пришли, учителя пришли молоденькие. Все они приходили ко мне сюда. Кого-то чаем отпаивало, кому-то просто помогало каким-то советом. Поэтому у нас отношения такие, знаете, даже больше семейные, чем какие-то, как бы сказать, рабочие. В школьную библиотеку приходят не только за книгами. Учащиеся поделиться радостью или проблемами. Молодые специалисты заглядывают за советом, педагоги пообщаться. Татьяна Алексеевна проявляет внимание и заботу к каждому и уже много лет возглавляет профсоюз школы. Это судьба, говорит о школе учитель физкультуры Андрей Босягин. Он и не мечтал стать педагогом. Все произошло случайно. Родившись и живя в столице, Андрей в 81-м году после армии помогал своему тренеру, который работал еще и в поселковом доме культуры. Именно это и оказало влияние на выбор профессии. Я до армии совершенно в другой сфере был, в сфере связи. После армии вот так вот повернулся, и я решил посвятить себя детям. Еще в самом начале работы Андрей Владимирович организовывал в школе спортивные секции кружки для детей, отвлекая их от улицы и прививая любовь к спорту. Его уроки физкультуры всегда интересны и динамичны, будь то футбол на свежем воздухе или занятия в зале. Любой урок может быть увлекательным, даже математика. Особенно, когда преподают его такие учителя, как Людмила Николаевна Птичкина. Педагог в третьем поколении свою карьеру она начинала в далекой деревенской школе, куда попала по распределению после института. Как только была построена совхозная школа, первым ее директором стала мама Людмилы, та перешла работать под ее начало. Работаю с удовольствием. Мне очень нравится работать. Даже не столько преподавать математику, сколько смотреть, как дети растут и взрослеют с 5 по 11 класс. И выпускаем мы вполне зрелых людей, со сложившимся мировоззрением. И мне кажется, что мы учителя вложили в детей достаточно, но больше половины точно. Воспитание личности – вот главная задача педагогов. Так считает и Елена Путятина, учитель русского языка и литературы. Она тоже потомственный педагог, и выбор профессии был не случайен. Главное в моей работе – это дети. Вот все, что мы делаем учителя, это мы делаем для детей, для того, чтобы они выросли достойными гражданами нашей страны. Потому что это самое главное. Отработав почти 25 лет в школе, Елена сама до сих пор любит учиться, постоянно самосовершенствуется. А свою любовь к литературе и родному языку старается прививать детям. А те отвечают взаимностью. Любому учителю важно в первую очередь заинтересовать учеников. Для меня самое важное – это когда заходишь в класс и смотришь глазки не пустые, а глазки детей, которые на тебя смотрят, которые готовы к тому, что ты сейчас им будешь говорить. Молодым специалистом пришла в школу Ирина Дроздова. А ее первые выпускники окончили школу в 93-м году. Сейчас под руководством Ирины Михайловны подрастают восьмиклассники. Она для них и учитель, и мама. В будущем году поселковая школа отметит юбилей. Все эти годы, благодаря и этим учителям, и всему педагогическому коллективу, она остается самой лучшей школой на свете. Мне безумно нравятся здесь учителя, окружение. Просто и сама в атмосфере школы, ну, как бы, в школе атмосфера очень теплая. Ну, логично. Школа как на празднике. Мне все так нравится. Учителя здесь добрые. И все дружные. Ребята там со всеми общаемся. Ну, очень интересная школа и хорошая. Мне кажется, это самая лучшая школа в мире. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.